Больше 9 тысяч педагогичных работников. Минавито столько наставников, что год повышает свой профессийный узровень у Гомельским областным институте развития адукации. Для этого тут створены все умовы, начиная от наявности необходимых обсталеваний до специалистов от поведенного узровня. Яшебная задача установила выражение актуальных проблем глины на кшталт работы с задорными детьми, подрихтовки децентрализованного тестирования, применение информационных технологий. Компьютеры и интернету нарушальном процессе допомагают, а для той же пошук необходимых материалов вядется бессистемно и залежит головным чином от квалификации наставника. Сегодня учитель для того, чтобы подготовиться к уроку с использованием информационно-коммуникационных технологий, должен часами перелопачивать интернет с тем, чтобы подготовить презентацию, с тем, чтобы подготовить тест, какие-то разработки. Поэтому система образования нуждается в образовательном контенте, программах, всевозможных тестах, которые были бы четко интегрированы в существующие программы. Акционерное товарыство Гомеля Балаутотранс – это больше 4300 работающих и около 1000 автобусов, при том, что этот парк постоянно обновляется. Только за последние пять годов предприемственно было около 160 машин за кошт бюджету и еще 56 за уластные сродки. Сегодня среди головных задач Гомеля Балаутотранса – оптимизация затрат. Только в этом году их снизили на 25 миллиардов рублей. Разом с тем, в акционерном товарыстве кажут, что пытание необходимо разглядать у комплексе. Зараз на предприемствах и в организациях шмат транспорта, який не зауседы выкористовывается эффективно. Кожный повинен займаться своей справой. Один вырабляет, другие перевозить, третий продает. Неколе гэта схема доказывала свою эффективность, а ля тепер местами от яе по разных причинах отмовились. Яшэна проблема, яку ягучвачу Гомель Абл-Аутотрансе – скрытые регулярные пассажирские перевозки. Зараз подрыхтованы проект закона об автомобильном транспорте, дзе гэты нюансы будут уличаны. Пакуль же шмат, який индивидуальные предприемальники и субъекты господарания отрымливают лицензии так званых нерегулярных перевозчиков, что дае им пэлные ильготы, а ля на маршруты выходят что день. Такие факты отзначены фактично на усіх межгородних накерунках у Беларуси и на ватноасобных международных. Мы идем вместе и все проблемы, которые сегодня ощущает Республика Беларусь, экономика Республики, они сегодня и нам не чужны. Чем больше грузов будет производиться в Республике, тем больше у нас будет транспортной работы. Чем больше будет экономическая подвижность населения, тем больше будут наши доходы. Это наши показатели, это наша производительность труда и, соответственно, экономическая и финансовая состоятельность предприятия.